Здравствуйте, дорогие друзья. Мы представляем Запорожье, общественную организацию НИКИ. У меня работает, я занимаюсь приготовлением полуфабрикатов, приготовлением. У меня работает грузилька. Собак по специальности журналист. Все новости Грузии я знаю и назад. Так вот, в Грузии нет санстанции, в том понимании слова, которое мы знаем. В Грузии нет пожарников. В Грузии нет налоговиков, в том понимании, гаишников. Свободная, нормальная страна. Президент Грузии живет в четырехкомнатной квартире, напротив, на площадке охраны. Все. Никто его не водит. Он нормально общается с народом и так далее. Молодые ребята, которые возглавляют полицию, в смысле, те, которые работают в полиции, те получают очень большую заработную зла. Народ в Грузии на 98% по опросу населения полицию уважает. Всех вот этих, как было в телепередаче, однажды, про Голичников, всех уволили. Страна живет. Почему мы живем в таком дерьме? И до каких пор мы будем жить в таком дерьме? Мы должны не только, как сказали, распустить раду. Моментально выработать механизм такой, чтобы моментально с них снять пенсию, заработанную плату. И посадить вот этих 450 человек на нашу минимальную пенсию. И закрыть границу наручника, как это все Саакашвили делал. И Швейцарий воров в законе принесло. Я так видел, что по телевизору спутниковая эта. Воры в законе Швейцарии договаривался, видно, президент с президентом. И воры в законе приходили и садились в тюрьмы Грузии. Вот так вот нам надо и с фирташами делать, и все. Понимаете? Потому что много было сказано, скажем, очень много эмоций. Но все люди, которые хоть немножко связаны с юристами, они понимают, что нужны факты, нужны те дела, которые дадут возможность нам все-таки осуществить то, что мы собираемся и что необходимо сделать. Все, что начало сделать правильно, но, я скажу, для меня до сих пор непонятны некоторые вопросы. Во-первых, форма представительства в Киеве, в Днепропетровске и по кривой руке, я думаю, мы сами соберем же решить дальше, как нам быть. А то, что нужно сразу, одновременно и с одними лозунгами, с одними листовками, все, чтобы было одинаково, начиная от самого захудалого села и кончая Киева, чтобы все было одинаково, отказаться от своих имен, от своих флагов и так далее. Но выбрать одно, граждане с активной позицией, допустим, и все, а без речи, сделать себя народом Украины, просто-напросто, какими мы и есть. А то, что мы объединены в какие-то организации или симпатизированы тем или другим партиям, это наши личные проблемы. А наша общая цель, и как было сказано перед этим, без единства, без общности, без доказательства того, что мы народ, мы с вами ничего не доберемся. Помните один принцип, который всегда действовал? Разделяй и вас. И ним пользовались, пользуются и будут пользоваться. Поэтому мы с вами должны понимать очень прекрасно, что всякое разъединение, всякое разномыслие, оно должно быть устранено еще в самом начале. Для этого, я думаю, что здесь должна больше работать группа координации и координировать эти все вещи, чтобы людям было доходчиво, объяснено. И я так и предлагаю. К третьему на и овряду приготовить листовки, приготовить наши требования, чтобы они были одинаковые. А мы уже позаботимся распространить их и распечатать в тех количествах, в которых мы посчитаем необходимым, возможно, и так далее. Потому что, ну, все-таки, я думаю, казали и видят, что это одно, что это целое. Вот, независимо от того, я скажу, я в душе рад, что все-таки Афган, который был не совсем понятен для всех, да, но для Украины оказался пошел на путь. Что все-таки я рад тому, что ребята смогли взять на себя и стать впереди, стать в проломе за свой народ. И мы, я думаю, все-таки, весь народ поднимется и поддержит их. И я думаю, вместе с вами мы все-таки придем к тому, но для этого необходимо все-таки, правильно было сказано, чтобы были поставлены четкие цели и юридически правильно обоснованы наши действия. А для этого нужно все-таки сесть за стол переговоров до третьего числа. И хотя бы тогда, так сказать, гнилой нашей страны. Я просто хотел бы, я, наша афганская организация полностью поддерживает. Вот то, что здесь, наши афганцы участвуют везде, участвовали и в тех событиях в Треворусске. И в форуме в этом участвовали, хотя говорят... И мы собирались все вместе здесь решали. И против наших властей здесь вопросы задавали. И сейчас вот мы будем здесь конференции проводить и все. Поэтому я, пожалуйста, когда начинают подышать всех афганцев, надо здесь правильно переносить. Потому что есть, допустим, я согласен нашему товарищу, никто поминал, кто поддерживает, но нельзя все присваивать себе. Мы вместе все делаем. А никто не стал объяснением. Он за свои деньги сюда пьет. Вот и. Мы туда зайдем. Поэтому, ребята, я говорю, прошу. Я говорю, что они только одни афганцы разрешают на все понимать. Я вам хочу сказать, у нас в спильной справе есть институционная влада. Ее очолюет сейчас полковник представителей, а в переворот Афганистана майор Станислав Саладовник. Можливо, вы про него слышали. И при этом, понимаете, у нас не стоит никаких вопросов, чтобы кто-то что-то приватизировал. Но самое главное, что есть граждане просто, понимаете? Может, вы все говорите здесь, что Афганцы это не правило, не правило, больше любого ничего нет. Да нет, ну никто же так не говорит на самом деле. Ну что вы? На самом деле, просто спасибо, никто кривнаст, який вид имени афганского руха, сказалось, что мы не за шкурники, а за свою страну. Вот огромное им за это спасибо. К сожалению, УСВА, которая возглавляет червонописки, на сегодняшний день не способна такое заявление сделать. Поэтому, если будут заявления от афганских и других организаций на местах, не там, на ВГО, а на местах, сделайте официальное заявление. Я вам обещаю, мы будем их держать в средствах массовой информации, указывать название ваших организаций. Пожалуйста, это будет даже лучше, потому что это будет понятно, что это общенациональное движение, которое находит поддержку не где-то в киевских общественных организациях, а самое главное на местах. Входите в комитет громадских организаций города Киево-Роу. Мы были в Киеве, и там тоже ребята, афганцы сказали, пацаны, пожалуйста, вперед. Вы впереди, то есть мы впереди, вы за нами. Когда ОМОН будет вас трогать, мы просто возьмем и сделаем маленькое физическое замечание, и вас никто не тронет. Вот так что, там вот такое положение. Вообще-то, координаты ОМОН достали в город Запорожье, и Ассоциация Грузопереводчиков тоже в город Запорожье. Мы объездили... А, для начала хотелось сказать большое спасибо Лиге предпринимателей Кирового Рога, что у нас занимается такой деятельностью, объединяет общественные организации. Вы знаете, это даже очень хорошо, когда одна организация, это что-то означает, а когда пять-десять, это уже сила. Даже вот подальковый майдан предпринимателей, ну они же добились своего, что-то добились. Влада избывалась. Влада, ну да, Влада, конечно, хочется кричать, просто выйти, как говоришь, снять капли и быстро купить, до полнейшего удовольствия. Власть у нас, конечно, никуда ищная, и если вот все наши общественные организации, во всех городах, мы вот ездили, начиная с Луганска, качая львовом, во всех городах одни и те же проблемы. У людей одни и те же проблемы. Мы согласны, мы будем работать, платить налоги, но жить в нормальной демократической стране, где соблюдаются законы, конституция. Ну, оно, может, соблюдается законы конституции, но не во благо нас. Так вот, что я хотел сказать, когда нас объединится много, и если 3-го числа мы, даже по городам все о себе заявят, то это будет, поверьте мне, очень-очень хорошо. Так что спасибо. 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 Спасибо.